Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о исторических картах, в основном связанных с историей Азербайджана. Это карта Кавказского края с обозначением границ 1801-1813 годов. Это первая русско-иранская война, период. Первая русско-иранская война. Составлена в военно-историческом отделе при штабе Кавказского военного округа подполковником Тамкеевым. Это историческая личность, он был подполковником при штабе военного округа, который являлся его начальником. Тифлис 1901 год. Итак, о чем мы будем здесь говорить? В основном о трех ханствах. Карабахском, Нахчеванском и Ириванском. На территориях которых, на части территориях которых была создана армянская государственность. Итак, что в основном нужно здесь иметь в виду? В этой карте достаточно точно определены границы и расклад сил в том смысле, что какие здесь были ханства, что было в подчине, кого и так далее. А также топонимы. И главное, что надо знать, что вот эти три ханства, ханство Ириванское, Нахчеванское и Ишшинское, правящая элита которых была из племени Каджар, Зулькадар и других. В основном, та же правящая верхушка была и в самом Иране. Так как в бывшем, эти ханства в основном были созданы после распада империи Надир-Шаха. Империя которых простиралась от Дербента и до Индии. А после его распада образовались такие мелкие государственные образования, феодальные полу, независимые и независимые государственные образования. И они не имели ничего общего с его армянским происхождением. Так как ханство, как само название, ханство, относились только к тюрко-мусульманским государствам. Как я и сказал, вся правящая верхушка были из тюркских племен. А армяне в среду своей малочисленности не играли особую роль в правлении этих государств. Они начали сюда массово переселяться после окончания Второй Русско-Иранской войны. Даже топонимы, которые вы здесь видите, сейчас многие изменены. Вот озеро Гёгча или Севанга. Раньше оно называлось озеро Гёгча. Конечно же, после оккупации оно стало уже называться Севанга. Также город Иривань. То есть сейчас её называют Ириван, но никакого сходства с Ириванем нет. Она была умышленно изменена на армянский лад. Также река Зянгя. Река Зянгей. Раньше так называлась нынешняя река. В армии называется река Раздан. Но бывшее её название река Зянгей. Также была крепость Сярдарабад. Также, то есть видите, Кагазберт, Согутли, Аллагёс, Молла, Сокча, Молла, Гёгча, Баяндур. Баяндур, кстати, это тюркское название племени. Так-то как населенный пункт. Эта область назвалась Шураэль. Гюмри. Гюмри это был главный центр этой области, Шурагеля. То есть, вот сама гора Аллагёс сейчас называется, если я не ошибаюсь, Называется Арагац. Да. Сейчас её называют Арагац. А её первоначальное название было Аллагёс. То есть, многие топонимы были умышленно изменены, чтобы стереть всякое присутствие его, всякое присутствие здесь тюрко-мусульманского населения и связь с его азербайджанским прошлым. Также, можно и самое сказать, в самом Карабахе. Как вы здесь видите, в основном города Шуша, Агдам, Аскеран, Шахбуллах, Кичик Карабек и так далее. И также, конечно, здесь есть и армянские поселения. В основном, здесь, в Карабахском ханстве, также, вот видите, 1805 написано. Это год, когда ханство было присоединено к Российской империи. Переписки, которые шли между ханами Карабаха и Российской империей, шли между его азербайджанским ханом и русским императором, а никак не с армянскими правителями или что-то в этом связанное с этим. Такого не было. Это мы в дальнейшем будем разбирать. Сама армянская государственность была образована на территории Ереванского и Нахчеванского ханства, в основном. Точнее, армянская область. Она была создана в 1828 году на основе высочайшего указа императора России. Армянская область через 12 лет была упразднена Николаем I в 1840 году. И на его месте была образована Ереванская губерния. Также можно сказать, что армяне всячески пытались доказать, что не было понятия Азербайджана до 1918 года и так далее. Но, как мы видим и по карте, здесь в южне реки Аракс написано Азербайджан. Вообще, понятие Азербайджана относилось к северу Аракса, так как во времена империи Сефевидов и Надиршаха эта область, начиная с Дербент и кончая до Тебриза, южнее Тебриза, областей всегда были как бы воссоединены в единую область Азербайджана, как беклярбекство, губерния, скажем так, этим языком времени империи. Также мы поговорим о цитате, сделаем цитату из книги Грибоедова, который также указывал отношения этих ханств к Азербайджану. Итак, из письма и записок «Горе от ума» Грибоедова. Цитирую. Говорили очень долго, и я, наконец, подействовал на воображение персидских чиновников тем, что мы, когда далее и завладеем Азербайджаном, то есть Азербайджаном, то, обеспечив независимость этой обширной области со стороны Персии, на 10 ферсангов никому не позволим селиться близ границы. Фактически, это было признание существования Азербайджана, как единого государства, попавшего в результате феодальной раздробленности под зависимость другого государства, что и констатировал Грибоедов. Другое государство здесь имелось в виду Иран. Но хотя, если так посмотреть, династия, правящая в самом Иране, тоже была тюркская. И вообще, как бы, вся эта территория Аддербент и всего южного и северного Азербайджана была, как бы, единым государством, единым целым. Только в среду определенных причин некоторые ханства не хотели больше иметь ничего общего с Ираном. И хотели иметь только свои собственные границы, собственное правительство. Но это о другом. Итак, русская дипломатия также ставила вопрос о присоединении к России и также южных областей Азербайджана. Но это было, как бы, принцип давления на иранское правительство, чтобы они согласились на передачу Нахчеванского и Иреванского ханств под подданство Российской империи. Так как после Второй русско-персидской войны, когда эти хансы были захвачены Российской армией, Иран предпринимал разные шаги, чтобы отвоевать эти земли. И, конечно же, все эти шаги принесли свои результаты. Также здесь можно процитировать из этой же книги следующие. 22 июля рано поутру я сверил подлинник договор о мире с переводом бумаги, который намерен был отправить к Аббас Мирзе. Аббас Мирза был, как бы, правителем этой области. Меня посетил Мирзе Мехмед Али Мустафа и проговорил целое утро. Дело шло о невыгодном положении Шахзады, то есть принца Аббаса Мирзы, отца его и вообще всей Персии в отношении к ним. Еще что здесь? Итак, между прочим, я высказал Мирзе Мехмед Али то, что не договорил накануне самому Шахзады, по той причине, что мы ни на минуту вдвоем не оставались, о будущей незавидной судьбе его. Когда весь Азербайджан, то есть Азербайджан, будет в руках наших, какое лицо представит он для себя между братьями, лишаясь удела ему от шаха пожалованного? Опять же, мы видим весь Азербайджан. Здесь же имелось в виду то, что иранская сторона должна была согласиться на переход ириванских и нахчеванских ханств к России, которые, как и отметят грибоедов, являются азербайджанскими землями. В основном, мы закончили сегодня с этой картой, так как в основном мы это предварительное ознакомление шло. Эти ханства мы разобрали, на каких территориях образовалась армянская государственность, вообще какое понятие ханства, и на территории, на развале, на развале какой империи образовались вообще эти ханства. В дальнейшем мы будем говорить и о других деталях, связанных с этими ханствами. А на сегодня спасибо вам за внимание. До следующего раза.